Давайте решим еще одну задачу на формулу условной вероятности. Задача с карт. У нас имеется стандартная колода, в которой 52 карты, и мы раздаем их четырем игрокам, каждый получает по 13 карт. Какова следующая условная вероятность? Какова вероятность того, что игрок под номером 3 получит три карты пики, если нам известно, что первый игрок и второй вместе получили 8 карт пики. Наша цель найти вероятность первого события при условии второго, обозначим их соответственно a и b. По формуле условной вероятности это выражение равняется вероятность a пересечения с b делить на вероятность b. По классической формуле, по классическому определению вероятностей это равняется размер множества a пересечения b делить на размер множества b. Теперь нам нужно найти размер множества b и размер множества a пересечения с b. Вот они. Давайте попытаемся понять откуда пришли эти выражения. Размер множества b. Что такое множество b? Это такие раздачи карт, при которых первый и второй игрок получили 8 карт пики, мастер пики. Давайте посчитаем, сколько способов существует так раздать карты и поможет нам наш старый друг правило умножения. Мы тут все перемножаем. Хорошо. Мы хотим, что первый и второй игрок получили 8 карт пики. Каких? Надо выбрать для них 8 карт из 13, те 8 карт пики, которые они получат. Но два игрока всего получают 26 карт. Надо выбрать для них еще 18 карт не пики. Выбираем 18 карт из 39. Это карты не пики, которые получат первые два игрока. Так, смотрите, мы выбрали с вами карты, которые получат первые два игрока. Но теперь их надо разделить на первых игроков. Надо выбрать из тех карт, что мы выбрали. Мы выбрали тут, смотрите, 26 карт. Надо выбрать 13 из 26 и дать их первому игроку. И из оставшихся 13 карт мы одним 13 второму. Все. Первые два игрока карты получили как надо. 8 карт пики. Но у нас еще осталось 26 карт для третьего и четвертого игрока. Выбираем 13 карт из 26 оставшихся для третьего игрока. И из 13 оставшихся выбираем 13 карт для четвертого. Все. Это размер множества пики. Согласно принципу умножения. Теперь давайте посчитаем размер множества A пересечения с пики. Первый и второй игрок получили 8 карт пики вместе. А третий игрок получил 3 карты пики. Начнем с первых игроков. Они получили 8 карт мастер пики. Каких? Надо выбрать. Выбираем 8 карт мастер пики, которые получат первые два игрока. И выбираем для них 18 карт из 39, которые будут не мастер пики. Это мы выбрали карты для первых двух игроков. Теперь их надо поделить между ними. 13 из 26 выбираем карты для первого игрока. И 13 из 13 выбираем карты для второго. Первый и второй игрок получили свои карты. И B выполняется. Но надо не забыть про A. Из оставшихся карт надо дать игроку A так карты, чтобы он получил 3 пики. Но так как первые два игрока получили 8 карт пики, всего осталось нерознанных 5. Из этих 5 мы выбираем 3 карты пики для третьего игрока. 3 карты получил. Теперь он должен получить еще 10 карт. А сколько ни карт пики осталось? Всего осталось 26 карт на третьего и четвертого игрока. Из них 5 пики. Соответственно, 21 карта не пики. Вот из этих 21 карты мы убираем 10 и даем их третьему игроку. Как только третий игрок получил свои карты, осталось 13 карт, они идут четвертым. Это один вариант. Или 13 из 13, если хотите. Теперь мы можем подставить эти два значения в нашу формулу. Обратите внимание, что много что посокращается. Вот это все. И вот это все посокращается. И вот это посокращается. И мы получаем ответ. Вероятность события A при условии B равняется 3 из 5 на 10 из 20 в углу делить на 13 из 26. И это примерно равняется 0,3,3,8. Как вы видите, кабинаторика продолжает нас сопровождать также в задачах на условных верояттах.